Это мой массажист стоит. Ё-моё, это... Там видно что-нибудь, девочка? Немного. Субтитры создавал DimaTorzok Что, сеанс окончен? Я как этот Одноглазый джоблин. Готовы вставил с дуренью. Мне всё впиталось в руке. Это ж хорошо, доча. Крем-тенториум, это огонь. Сейчас, смотри, как бешеный. Да-да-да. Что, всё, что ли, ты маме? Больше не будешь делать? Всё, уже всё красное. Аж так, что... Горю, да? Ну, у меня руки все вот высыплют. Потому что я тебе... Ну, бух-бух-бух-бух. Ой. Она меня, наверное, цельный час тут уже мнёт. Доча... А, всё, отцеплилась. И здесь отцепила. И свеженько сцепилась. Да, доча, маме хондроз мяло. С кремом-тенториум. Там в нём мёд, пчелиный яд и прополис. Вот. Дочь, пока ты мне мяла, мне было очень хорошо. Даже голова прошла. Может, повторим сеанс? Завтра. А, завтра. А что, мне ждать до завтра? Видали, как я уже улыбаюсь? А ещё утром сегодня умирала. Ой, блин, девчонки. Правда помирала утром вообще. Даже плакала сегодня с утра. Три дня держалась. А с утра почувствовала сегодня... Почему к врачу пошла? Потому что утром я себя почувствовала какой-то уже беспомощной. Ой, блин. Девочки. Чё она мне там хоть намяла-то? Ой, чё я вам там показываю-то? Лишнего-то ничего не показала, интересно. Ладно, потом посмотрю. Ой, как хорошо это стало. Лепота. Давление надо мерить, дочь, уже, да? А мне доктор сказал, ещё надо записывать каждое моё давление. Через какое время я его измерила. Какое оно было, какое оно стало. А знаете, моё давление вообще очень интересное. Его можно вот взять, например, в 8.00 померить. Оно будет, я к примеру скажу, да? Да, 150 на 100, да? В 8.00... В 8.30 уже 115 на 70. В 8.30 это ты уже сказала, полчаса прошло. А мы с тобой мерили, не снимая аппарат с руки, представляете? Ну, то есть, в минуту разница. И давление вот скакануло со 150 на 129, да, дочь? Да. Представляете? И потом ещё через минут 10 померила, она уже за 150. Ну, вот сейчас вот лежу так вот, вот прям мне очень даже хорошо. Ты читаешь, как делать правильно массаж? Нет. А что? Вот говорю вам, хорошо, что дочь родила. Да ещё и медика вырастила будущего. Не очень много ещё чего умеет и может, но первую помощь мамке оказывает любименькой. Да, моя дочь? А над инструкциями в этой, в этих во всех аннотации вот эти девчонки вообще ржу. Она как их откроет, а там бумаги на километр. Я в шоке. Инструкция по применениям. Чё ты читаешь? Угу, можно сходить на сайт. Чё, сделали, СДЭК? Не окончательно, конечно, но... Налаживается? Да, уже многие разделы сейчас будут работать. Ну и слава богу, я же сказала, сделают. Рутуб три года назад тоже взломали, хорошо. Или четыре года. Они неделю его восстанавливали, восстановили. И СДЭК восстановит всё. Всё будет хорошо. Просто они теперь будут умнее. Вот. Так что со следующей недели как раз я выздоровлю, СДЭК восстановится. Я начну свои отправки. Отправок девочки накопилось целая куча. А ещё мальчик на СДЭКе мне пообещал помочь в сборе мха. Вот. Так что. Я зашла сегодня к ним, говорю, всё, хана. Тяжёлая таскать нельзя. То нельзя. Третья нельзя. Ни хрена нельзя. Ляг и лежи как овощ. Короче, можно. Он говорит, не переживай, я тебе помогу. Я говорю, я тебе заплачу. Покажу, где собирать, какой собирать. Вот. Ну, он тоже, конечно, очень много работает. Но факт в том, что он не прочь подработать и мне помочь. А это самое главное. Я в любом случае ещё неделю, а то и две сама точно таскать его не пойду. Потому что, ну, вы понимаете, мне нельзя. Вот. Завтра может... Не может, а завтра с утра я еду анализы сдавать. Мочу, кровь. Дочь, она мне там на сахар не написала сдавать? На глюкозу. Это и есть сахар, да? Да. Вот. Надо уж сразу всё... Раз начала сдавать, надо всё сразу сдать. Вот вам. Сходила к глазному. Ёкарный бабай. Попёрлась и к другому теперь. Началось в колхозе утро. Она меня спрашивает, как долго у врача не были. Я говорю, девятнадцать лет. Практически где-то так. Ну, образно, да? Чё я всем вру? Вот реально вру. Лет... Сколько тебе было лет-то, когда меня шибануло-то? Четыре года? Четыре года. Четыре года. Двенадцать лет назад меня шибануло. Двенадцать лет назад меня шибануло? Может быть, больше. Не знаю. Ну, ты не помнишь? Не помнишь? Значит, ты была совсем маленькая ещё. Что я в больнице лежала, ты не помнишь. Ну, значит, ты была совсем маленькая ещё. Вот. Ну, неважно. Ну, давно не была я у врачей. Чё тут кривить душой? Время пришло. Не боюсь. Вообще, доктор, мне попалась, я прям, не знаю, очень хорошая. Очень спокойная. Такая в возрасте. Очень приятная на внешность. Знаете, такая... Здесь вот у неё прям хвостик, такие длинные волосы у неё. Светлые. Видно, что ей очень-очень много лет. Ну, очень приятная. Вот. Я была очень рада, когда увидела, что я попала, вот, ну, именно к доктору в возрасте. Ну, согласитесь, девчат, ну, нынешних докторов, нынешних молодёжь, ну, не лечат так, как лечили... Ой, не учат так, как учили раньше. Вот. Она мне всё объяснила. Она мне сказала, Любочка, не переживайте. Она мне сначала, Любовь Валерьевна, я говорю, можно просто Люба. Она мне, Любочка. Просто надо смириться уже с какими-то вновь появившимися болячками. Не паниковать. А просто их тормозить. Как? Ну, не давать им развиваться дальше, скажем так, да? Она как-то вот всё это объясняла, ну, мне прям так спокойно было, я сидела в кабинете. И в итоге она мне давление меряет, а у меня давление 100. В общем, когда я пришла к доктору, давление у меня, в принципе, практически нормализовалось. Вот. Она говорит, вообще давление меряют, когда, ну, вот ты села, отдохнула в спокойствии или утром после того, как проснулась, да? Я говорю, ну, я, в принципе, так и меряю давление. Не тогда, когда я бегом бежала, да, а когда я в спокойное. Ну, в общем, не будем думать о плохом, всё будет хорошо завтра, блин, девчонки, как шишига вообще. Сейчас пойду сполоснусь прям, уже мне, наверное, можно, да? Чуть-чуть быстренько так под душем, маленечко-то. То я все эти три дня, блин, валяюсь на подушке, башка вся засаленная, вся затухшая. А куда я пойду, мне сейчас дочь шею намазывала. Ладно, попозже чуть-чуть пойду. Вот. Ладно, короче, пойду помою голову и от шеи вниз помою. Шею не буду, да? Хрен с ней с этой шеей. Завтра дочь ещё раз помассажирует и будет чистая. Всё, короче, так и сделаю. Она мне сказала, улыбнитесь. Видите? Все мышцы лица работают. Хорошо. Она сказала, не надо вам, кардиологу. Не надо. Я говорю, ну не пойду. Значит. Вот. А что, правда говорят, что к давлению можно привыкнуть, да? Три дня давления, а уже, ну, если бы головокружения не было. Ещё целая куча. Анализы мне вышли на 1470. Много крови с меня забрали. Ё-моё. Моё-ё. Подождите, девочки, ключи ищу. Вот так. Круто ты попал на Тиви-то, да? Вообще. Она взяла у меня это. Две. Две пробирки-то. Я говорю, у меня так много написано. Крови надо взять, а вы только две пробирки взяли. И как втыкала, даже и не заметила. А вот как вытыкала, заметила. Блин, ну зачем скрипела? Забор крови. Клинический анализ крови. Общий анализ лей. Когда мои очки вернут? Лейков. Короче, чего-то тут. Общий анализ мочи. Креатин. Мочевая кислота. Глюкоза. Холестерин общий. Всё, что ли? Ё-моё. Ё-моё. Кулика, пластырь-то прям как приклеился. Хорошо. Ладно, поехала домой. С утра моё давление было 100... 152 на... На 100 с чем-то. 104, что ли. Я фото делаю. Мне сказали записывать хотя бы один день, да, своё давление. Вот. Я делаю фото. Мне так проще. Там на фото видно и время, и число, и всё. Вот. Всё. Я поехала домой. Не переживайте, здесь рядом. Поэтому я вот так вот спокойно сама тут катаюсь. Так что не переживайте. Девочки, на мне чистая одежда. Ну, мне нравится, она удобная. Дочь вчера постирала, маму сегодня опять одела. Так что, то, что вы меня видите каждый день в одной одежде, это не означает, что я хожу в грязной. Она свободная. Мне нравится, что она ничего не обтягивает. Да, вчера Люд заметила, говорит, в этой одежде ты заметно, что ты похудела. Так я похудела. У меня маленький перекус. Окрошка с квасом, с майонезом. Девочки, то, что я сказала, что я капотен пью, не пью, девочки, под язык ложу, ложу кладу, закидываю. Вот. Просто так уж сказала, пью. Поэтому, ну, на мои слова особо внимания не обращайте. Угу. Да, у меня вот здесь морщинки, да, все больше и больше появляются. А еще худею, потому что. Нефиг с ним. Главное, чтобы здоровая была. Удачи, говорит, мам, тебе даже лакопластырь прикрепили. Я говорю, ну так. Я же чай за деньги делала. У меня фильтр набирается, простите, поэтому шумно. Я пришла, ну, буквально я там 20 минут была в поликлинике в платной. У меня все взяли. А в бесплатной я бы сидела, блин, с кучей народа. А там никого нету в платной. Хорошо. Ну, все по очереди, по времени приходят. Да, денег стоит, ну. Я считаю, что это, ну, недорого. Сколько, 6 анализов, по-моему, у меня взяли, получается 1400 или 5. Вижу, давление подписываю. Там же видно сведения, как во сколько было фото сделано. Вот это утреннее фото сделала 8,14, померила давление. Было вот такое. Потом, ой. Утреннее фото, да. Следующее. Через 4 минуты. Ну, то есть я его померила и выпила. Ну, положила таблетку под язык. Потом, вот такое, через 4 минуты. Потом я уехала, вот, сдавать анализы. Приехала в 9,11. Обратно. Давление было вот такое. Потом я покушала. Чуть-чуть с вами. Давление было в 9,36. Вот такое. И через 10 минут, в 9,46, давление вот такое. Вот, лежу и думаю. Там малыши у меня ворох в квартире. Может, я потихонечку схожу. Пешком. Воздухом подышу. Полью току малышей. И приду обратно. Но ведь ходить не запрещено потихоньку, без резких движений. Пойду схожу. Потом приду. Мы с вами смиряем опять мое давление. Да? А что, надо малышей полить. Да, синячок-то мой не просто так был. Да, здесь. Она мне сказала записывать мое давление. Каждый раз мерить и записывать. Вот. Мерить сказала каждые полчаса. Ну, я уж как получается. Вот. Но все равно близко тут расстояние. Завтра анализы буду забирать. Девочки мне скажут, хорошие они или плохие. И если плохие, значит опять иду к врачу на прием. Ну, и возможно она там что-то другое будет выписывать. Не знаю. Вот. Поэтому сейчас я потихонечку пойду дойду до орха квартиры. Полью малышей. Переду обратно. Вот. Вот было бы оно все со мной-то рядом. В одной конуре. И мне бы не пришлось никуда ходить. Я бы вот тихонечко здесь терлась вокруг них бы и терлась. Где полью, где посмотрю. Что не так? Так. А так вот мне приходится идти целых 500 метров до другого места. Ладно, девочки. Пойду помаленьку, потихоньку. Потом надо еще вернуться и вам видео смонтировать. Чтобы вы не волновались. Фу, так воняет спиртом. Пипец. Ну, не буду пока отлеплять, да? Пусть пока будет. А то зараза какая-нибудь еще там в дырку залетит. Блин, иду, здесь так пахнет вкусно. Иду тихонечко, девочки. Голова, зараза, кружится. Как вы хотите. Что же за напасть-то такая, а? Неудачная. Ну, Натулька Эм сказала, надо ходить пешком. Без машины. Я иду пешком. Без машины. А как? Можно было бы и на машине. Ну, на машине-то что тут? Дольше крутиться буду тут вокруг этих домов. Да? Да. Надо дышать свежим воздухом. Девчата, вы мне пишите там. Мазь вот эту помашь, таблетки вот эти попей. Девочки, я вас очень всех там почти, кроме хейтеров, да, уважаю. Вот. Люблю и ценю. Ну, мои хорошие. Мне кажется, ну, в давлении советовать что-то попить. Другое, да, что мне доктор не прописал. Вы меня всегда отправляли к доктору. Я к нему пошла. Теперь вы мне советуете какие-то свои лекарства там. Мои хорошие. Это ваши лекарства. Это вам прописали, понимаете? Вот. А мне прописали эти. Поэтому я ценю все ваши советы. Ну, я буду пить и мазать то, что мне посоветовали. Вот то, что вы пишете, да, вот эти хорошие, эти хорошие. Ну, то, что мне прописали, да, и вы пишете. Я тоже такие пью, мне помогает. Вот за это спасибо, да. Как бы оно меня подбадривает, то, что и мне будет помогать. Ну, а то, что вот помашь другое, попей другое, нет. Так дело не прокатит. Фу, а мне хреново, девочки. Короче, я отключаюсь. Сейчас мне предстоит подниматься по лесенкам. Ё-моё, я забыла про них. Короче, ладно, я потихоньку. Я поднялась. Я живой. Ой, как они подросли. Видите, какая большая стала. Зайка. Я у них сколько дней здесь не была. Они, солнышки мои, сами по себе здесь растут. Так, глаза сильно поднимать не будем. А мне предстоит вон туда наверх залазить. Вот хотела же лесенку купить по лесенке, было бы легче. Так, что здесь? Здесь, здесь влажно, нормально. Здесь тоже влажный субстрат. Вот это вот пить хочет. Хойки мои не зацвели. Нет. На шесть часов включу, пусть работает. Ох, не увлажните. Пусть работает. Окно здесь открывать не буду, а то влага вся выйдет. О, господи, какие бутоны-то надуло. Смотрите. Офигеть. Зайка-то моя. Яхонтовая. Чё тут кто? О, ё-моё. Тут, кажется, коробочка открывается. Да-да-да. О, ещё одна открылась, и семена высыпались. Хорошо пакет. А вы говорите, купаться. Какой тут купаться? Там бутоны все надули. В следующий раз приду, они тут уже все откроют свои цветы. Так. Малышки мои, хорошо, что я их много напоила. Нормально станет. Так, девочки, буду снимать семенные коробочки. Встретимся уже дома с вами. Будем мерить давление от моего похода-прогулки. Все ваши заказы, фласки, вот, стоят. Всё с ними хорошо. Ни у кого ни плесени, ничего нету, растут. Вон тут лист какой вырастила, большой. Так что с этими, девочки, всё хорошо, не волнуйтесь. Вот, все ваши заказы стоят, все будут отправлены, как только заработает СДЭК. Видео, видеоотчет. Как я себя чувствую после полива. Пришлось маленько и больших полить. Я вроде тихонько срезала коробочки. Всё, я почерпала домой. Что-то силы кончились. Мамин лекарь, да? Лекарь, мамин. Сейчас посижу чуть-чуть. Брать сказала, если походили, сразу давление мерить нельзя. Иду, и у меня сосед сидит на лавочке. Ты что, говорит, какая? Я говорю, да блин, не могу давление херачить. Говорю, сколько дней уже. Она говорит, он говорит, у меня пониженная, а у Лены, у соседки повышенная тоже, сколько дней. А выброс, говорит, какого-то, что-то там с солнцем было куда-то. Я не очень понимаю. Вот. И все вот метеозависимые, у кого пониженные, у кого повышенные, все вот так отреагировали. Любашка с канала саранча тоже там с давлением. Мучается, бедная. Все любашки разболелись, какашки. Мартюшка, ты хорошо себя, сынок, чувствуешь? С тобой поиграть надо, да? А? Ты моя рыбка. Мама выстроит, забор поставит, и поедем играть. Дождемся, когда солнце вернется на место, и всем станет хорошо. Да и девочки мне писали, что что-то какой-то выброс магнитной бури. В общем, сейчас померяю давление, вам покажу, что будет сейчас, спустя сколько? Ну, час, наверное, да, прошел. Кто помнит, последний давление какой был, я потом по фото посмотрю. Было нормально, более-менее раз я пошла. Посмотрим, какой сейчас. Мамин. Красавица. Сейчас сражать буду. 114 на 94. Пульс 94. Короче, все четверки у меня теперь. Я ложусь и отдыхаю. Вот так вот. Как-то. Эта динамка.